Здравствуйте! На связи Казань, Казанский федеральный университет. И сегодня мы будем говорить о том, как нынче пройдет приемная кампания в одном из старейших вузов университетов Российской Федерации. Наша трансляция идет сегодня одновременно на нескольких площадках. На YouTube-канале, телеканала Универ ТВ, на официальном аккаунте Казанского федерального университета, в Инстаграме Казанского федерального университета и в группе ВКонтакте нашего университета. Таким образом, вы можете задавать свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Ну и, конечно же, после этой программы запись будет доступна на официальном аккаунте Универ ТВ на YouTube. Я представляю гостей, которые ответят сегодня на вопросы абитуриентов и их родителей, независимо от того, где вы сейчас находитесь и откуда вы нас смотрите. Итак, у нас сегодня на вопросы отвечает проректор по образовательной деятельности Казанского университета Дмитрий Альбертович Таюрский. Здравствуйте! Здравствуйте! Проректор по внешним связям университета Тимирхамбулат Викторович Алишев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета Олег Германович Бодров. Здравствуйте! Добрый день! Первое слово, Дмитрий Альбертович, вам. Год у нас непростой, приемка непростая. Расскажите, пожалуйста, об особенностях, к чему нам готовиться. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Спасибо, что вы сегодня с нами, задаете нам вопросы, хотя на многие вопросы у нас окончательных ответов и нет. Это связано с той ситуацией, в которой мы все находимся, ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. Вы отлично понимаете, что наш университет, это есть университет в системе высшего образования Российской Федерации, и все университеты должны работать по единым правилам, по единым срокам. Последний приказ, который у нас есть по организации приемной комиссии, был изран Министерством высшего образования и науки Российской Федерации 3 апреля, приказ номер 547, в котором все сроки подачи документов, приемных экзаменов, приказов о зачислении устанавливались в сроках в неделях от дня последнего объявления результатов ЕГЭ. Больше никаких документов нет. Но вы сами понимаете, что пока не решен вопрос с ЕГЭ, точно сказать мы о том, какие сроки будут, мы сегодня не можем. Вы можете ориентироваться только на то, что, как и было ранее, в прошлые годы, после окончания ЕГЭ, объявления результатов проходят определенное время, идет прием документов, затем идут приказы о зачислении первой волны, второй волны, возьмите сроки, которые были в прошлом году, в 2019 году, посмотрите, когда закончился ЕГЭ. Документы мы закончили принимать 25 июля, насколько я помню, и первые приказы у нас были 30 июля, 5 августа и 8 августа. Вот такие же примерно сроки будут соблюдаться по, я имею в виду, интервалы будут соблюдаться и в нынешнем году. Но когда это все произойдет, я сегодня сказать, ответить на этот вопрос не могу. Особенностью, конечно, будет являться то, что основная работа будет вестись в дистанционном режиме, в режиме онлайн. В режиме онлайн мы будем принимать документы, в режиме онлайн мы будем проводить экзамены для тех абитуриентов, у которых нет результатов ЕГЭ. Вся жизнь будет у нас в онлайн. Но это не означает, что это будут какие-то изменятся требования, квалификационные требования по тем критериям, которые есть и существовали всегда для университетов. Часто задают вопрос, будет ли снижаться балл, будут ли рассматриваться какие-то льготы. Ничего пока, такие меры не предусматриваются нигде в Российской Федерации, поэтому здесь никаких новшеств не видится. То, что касается режима онлайн подачи документов, то в Казанском университете эта система уже давно отработана. Последние пять лет как минимум мы живем с использованием системы, буду студентом Казанского университета. Поэтому система работает, загрузка документов осуществляется, никаких непредвиденных обстоятельств здесь мы не ожидаем. Мы сегодня будем рады ответить на все ваши вопросы по мере их поступления. А сейчас я хотел передать слово моим коллегам. Прежде всего, наверное, Тимирхан Булатович вам, как человек, отвечающий за взаимодействие со студентами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Тимирхан Булатович, у нас действительно очень много сейчас вопросов. Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан очень активно принимают участие. Кстати, хочу обратить внимание тем, кто нас в Инстаграме смотрит. Очень большой заботчинность высказывается и просьба сохранить этот эфир. Напомню, на канале, на YouTube-канале Универ ТВ эта запись будет закреплена. И вы все ответы, которые сегодня прозвучат, на ваши вопросы услышите. Будьте добры, пожалуйста, расскажите, чем нынче будет приемка. Спасибо, коллеги. Я действительно тоже очень рад, что у нас есть сегодня возможность поговорить с вами напрямую, без всяких посредников. И объяснить то, как мы сейчас понимаем, информация, которая у нас есть, о тех правилах и порядке приема, которые нас ожидают в текущем году. Вы знаете, что Казанский федеральный университет очень радушен. Он всегда принимает гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Мы всегда готовы работать с вами, обучать вас, принимать ваших детей и вас лично в стенах нашего университета. У нас сегодня учатся более 9,5 тысяч иностранных студентов здесь. Из них 8,5 тысяч по большим длинным программам, бакалавриатам, магистратурам, специалитетам из стран дальнего и ближнего зарубежья. И в отличие от прошлого года, у нас тоже в этом году есть свои особенности приема. Мы в текущем году приняли особый порядок приема иностранных студентов. Фактически прием документов для иностранцев в этом году мы начали рано, еще с 1 марта. Причем документы мы принимаем прежде всего от тех, кто у нас проходит обучение на подготовительных факультетах Российской Федерации. То есть те, кто фактически целый год изучает русский язык, готовится для поступления в университеты здесь, в Российской Федерации. На подготовительных факультетах как нашего университета, так и других университетов. Потому что таких детей достаточно много, кто целый год проводит в России в подготовке к обучению у нас здесь, в наших университетах. Также мы принимаем документы от тех, у кого на руках уже есть документы о школьном образовании, в той стране, где они проживают. Кто уже получил общее образование, у кого есть документы и его нотариально заверенный перевод. Собственно, эти документы можно в настоящее время подавать к нам в университет, на наш портал. И мы этот прием документов осуществляем почти с марта месяца. Уже более 1200 документов принято в Казанском Федеральном Университете. Но при этом хочу сказать, что экзамены мы планируем по текущему нашему графику для этой категории абитуриентов, кто сдает весь полный пакет документов, начиная с 22 июня. И далее эта волна экзаменов завершится 4 июля для тех, кто подаст документы до 19 июня. Далее мы будем проводить экзамены по мере набора групп для того, чтобы эти экзамены проходили. Но мы ожидаем, что экзамены будут проходить и в течение июля месяца, августа месяца. Вот нам сейчас сроки конкретные не устанавливают, но есть предложение, поскольку пока нет официальной точки зрения на эту тему, нет официальных документов, но есть предположение, что прием документов и проведение экзамена будет осуществляться и в сентябре месяца, и даже может быть в октябре. То есть в этом году будет продлен срок приема документов и проведения экзаменов для иностранных студентов. Дмитрий Валерьевич уже сказал, что у университета уже богатый опыт проведения дистанционного приема документов и проведения дистанционного экзамена. В прошлом году порядка 5000 студентов у нас проходили экзамены дистанционно с использованием специальной системы проктеринга, которая позволяет идентифицировать личность и проверить весь процесс, процедуру прохождения экзамена, чтобы она была максимально объективной и достоверной. В этом году эта система также будет работать, начиная, как я уже сказал, с 22 июня, она будет использоваться. И у каждого из вас будет возможность пройти эти экзамены из дома. В прошлом году, то есть не нужно будет приезжать в университет, даже не нужно будет ходить на какие-то специальные точки, места приема экзаменов в ваших странах. В то же время хочу отметить, что в прошлые годы у нас была практика проведения экзамены в коллективных точках приема. То есть на базе каких-то школ, университетов мы организовывали такие точки, и через них в том числе можно было сдать экзамен, если, например, был дома плохой интернет, не было возможности получить доступ к прохождению экзамена из места своего жительства. В этом году мы тоже планируем такие точки. Мы понимаем, что в разных странах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, разные режимы мобильности людей есть в этих странах. Кое-где в настоящее время до сих пор запрещены сборы граждан, в том числе закрыты образовательные организации. В каких-то странах режим в настоящее время уже смягчается. И мы уверены, что к июлю месяцу, после завершения вот этой первой волны, о которой я только что проговорил прием экзаменов, такие точки наверняка будут открываться в ваших странах, мы будем дополнительно вам об этом сообщать. То есть у вас будет информация, вас будут оповещать о тех точках, которые открыты. И если, еще раз повторюсь, если у вас дома плохой интернет, то у вас вполне будет возможность пройти экзамены в этих местах в течение июля, августа, а возможно даже и сентября месяца. Вся информация будет приходить вам и на электронную почту, и в ваши личные кабинеты, когда вы зарегистрируетесь на портале нашего университета. Спасибо. Благодарю. У нас как раз идут приветы из стран СНГ, из Индонезии, из Шри-Ланки, так что большой интерес. Мы тоже вас приветствуем, друзья. Олег Германович, теперь, пожалуйста, небольшую инструкцию, вот как зарегистрироваться на сайте, на что обратить внимание. И очень много вопросов нам надо все успеть задать. Хорошо. Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Ну, прежде всего, как сказали уже проектора Казанского федерального университета, в этом году у нас вся приемная кампания будет проходить в режиме онлайн. То есть приезжать в Казанский университет вживую, сдавать документы, здесь у вас не предусмотрено такой возможности. Мы организовали для вас возможность онлайн-подачи, и сейчас я вам попытаюсь продемонстрировать навигацию сайта Казанского федерального университета, а также мы вживую покажем алгоритм подачи документов, и где расположены видеоинструкции и пошаговые инструкции для подачи. Значит, вот давайте сейчас мы начнем с главной страницы сайта Казанского федерального университета. kpfu.ru Вы заходите туда. Отлично. Вот это главная страница. И теперь обратите внимание, вот внизу вкладочка абитуриенту и школьнику. Вот это вкладка приемной комиссии Казанского федерального университета, это вкладка для вас. Вы заходите туда, и вся необходимая информация, которая вам необходима для того, чтобы понять, куда вам поступить, выбрать направление, сориентироваться, она расположена вот здесь, вот в этой строке. Это вот главная навигационная строка приемной комиссии Казанского федерального университета. Значит, если у кого-то из вас мобильная версия, вы со смартфона заходите или с планшета, то вот здесь вот, справа, позиция меню. Когда вы на нее нажмете, обратите внимание, вся навигация и последовательность вкладок, она сохранена. То есть все, что сейчас я буду рассказывать, для мобильной версии она также пригодна. Возвращаемся в нашу начальную версию. Вот здесь вот информация о приемной комиссии, контакты, режим работы. Далее, следующая вкладка. Если вы поступаете на бакалавриат и специалитет, вот здесь вот представлена вся информация, которая вам может понадобиться. Вот давайте так. Правила приема Казанский федеральный университет. Вот эта вот вкладочка, она сейчас будет вам доступна. Давайте мы зайдем туда и посмотрим, что там предлагается. Значит, прежде всего, непосредственно сами правила, которые в этом году будут применяться, а также ряд приложений к этим правилам. Приложение номер один. Заходим туда. И это приложение содержит план приема в Казанский федеральный университет. Вот давайте мы с вами посмотрим, что он из себя представляет. Во-первых, это направление подготовки. Это профили подготовки. Дальше срок обучения. Это форма очная или заочная. Дальше, обратите внимание, перечень вступительных испытаний или предметов, по которым абитуриенту необходимо представить результаты ЕГЭ. Для того, чтобы поступить на соответствующее направление или профиль. Далее, вот здесь минимальные баллы ЕГЭ. Количество мест на бюджет. Здесь, в том числе, количество мест, которые мы выделяем для вступления по особой квоте. Это льготники, сироты, инвалиды. И количество мест из общего бюджетного объема сейчас уже заранее определено и выделено. И вот эта колонка – это контрактные места. Вот это вот места и план на поступление на бюджет и поступление на контракт для тех, кто поступает по общему конкурсу. Помимо этого, если мы войдем в следующее приложение. Приложение номер 4. То это приложение, оно специально создано для иностранных граждан, о котором уже говорил наш проректор по внешним связям Тимирхан Буматович. Это приложение, план приема по отдельному конкурсу для иностранных граждан, поступающих в Казанский федеральный университет на договорной основе. Это только для тех, кто поступает на контракт. Они имеют возможность сдать всего два предмета. И, соответственно, вот этот принцип построения и навигации вот этого плана, оно полностью идентично основному плану приема. Но здесь всего два предмета и те минимальные баллы, которые необходимо набрать, и количество мест, на которые мы ведем прием иностранных граждан. То есть те иностранные граждане, которые выберут прием по особому отдельному конкурсу, вот именно они с 22 июня смогут начать сдачу вступительных испытаний, и именно эти граждане потом будут зачислены на контрактной основе. Далее. Посмотрим следующие вкладки. Значит, приложение номер 2. Поскольку у нас прием ведется в онлайн-режиме, то вот здесь вот описан порядок проведения вступительных испытаний в онлайн-режиме. Вот это вот приложение номер 2, это как раз вот описывает этот порядок. Ну и третья вкладка, третье, значит, приложение к нашим правилам приема, это по спецификации олимпиад и результатов олимпиад, которые будут доступны для наших абитуриентов, то есть сдавал олимпиаду по какому-то предмету, по какому предмету мы ее будем принимать и учитывать. Вот здесь вот эта вот полностью информация представлена. Далее. Значит, что еще? Обратите внимание, для вашего удобства калькулятор ЕГЭ. Давайте мы туда зайдем и посмотрим, как он работает. К примеру, достаточно объемной информации, там более 432 направления и специализации подготовки, трудно выбрать, но вы знаете свои результаты ЕГЭ. Вот, например, русский язык, математика, ну и что там еще? Ну, общество знания, да. Нажимаем туда и смотрим, какие направления для поступления вам доступны. Пожалуйста, вот здесь вот полный перечень направлений с проходными баллами на бюджет прошлого года и с количеством мест бюджетного этого года бюджетный контракт, пожалуйста, здесь представлены. Пожалуйста, дальше. Помимо этого, значит, еще одна опция, которую я вам хотел продемонстрировать и настоятельно рекомендую. Значит, вот здесь вот. Да, схема поступления, справочник поступающих. Здесь полностью визуальная навигация о том пошаговых действиях, которые вы должны будете осуществить, чтобы с успехом выполнить все процедуры приема. Давайте мы вниз ее пролистаем, посмотрим. Вот здесь вот полная инструкция о том, как зарегистрироваться у нас на сайте, ниже, как подать заявление, как выполнить все процедуры, которые необходимы. Еще раз напоминаю, где она распоможена. Вкладка, бакалавриат, специалитет, схема вступления. Дальше, пожалуйста. Так, вот теперь непосредственно процедура приема. Давайте мы посмотрим. Вот здесь вот будет вывешено расписание вступительных испытаний, когда мы определим сроки в соответствии с нормативными документами. Теперь дистанционные вступительные испытания. Вот эта вот вкладочка содержит подробные инструкции, как вам нужно пройти систему прокторинга, как пройти систему идентификации личности. Кроме того, я настоятельно рекомендую воспользоваться вот этой вот видеоинструкцией и инструкцией вот этой вот пошаговой, чтобы вы могли изначально, до момента начала экзамена, протестировать свое оборудование на компьютере, действительно ли вы сможете по техническим параметрам пройти требования прокторинга. Напомню, что должна быть видеокамера, должен быть компьютер, и я настоятельно рекомендую принтер или сканер иметь под рукой, с тем, чтобы вы могли какие-то определенные, если на определенные направления поступаете, распечатать бумаги для поступления, на них открытые вопросы могут быть, особенно для тех, кто поступает в магистратуру, и потом сканировать, приложить свои результаты. Это дальше я вам подробно остановлюсь, как это может быть. Теперь далее, значит, еще здесь расположены, обратите внимание, программы вступительных испытаний, те темы и те позиции, которые вам будут предложены, из которых вам будут предложены задания для того, чтобы вы смогли поступить. Еще раз скажу, что и на бюджет, и на контракт все экзамены проходят в онлайн-режиме. Теперь дальше. Значит, здесь описаны порядок проведения и конкурс в пределах особой квоты. Значит, прием лиц с ограниченными возможностями здоровья, какие возможности предоставляет Казанский федеральный университет для этих категорий абитуриентов. Теперь прием победителей призеров Олимпиад. Здесь отдельно собрана информация по стипендиям, которые вас ожидают. Значит, кто обладает и какие преимущественные права зачисления. Как мы учитываем индивидуальные ваши достижения, например, аттестат с отличием, золотой значок ГТО. Скажем, победители, призеры Олимпиад какие-то есть региональные, которые здесь могут быть оценены. Прием на целевые места. И здесь, обратите внимание, для ориентира вкладка «Стоимость обучения». Пока здесь загружена прошлогодняя стоимость обучения, на следующей неделе, в конце недели, я думаю, уже будет вывешена стоимость обучения нынешнего года. Ну и здесь для справки вам информация по итогам приема прошлого года. Иногда помогает сориентироваться на какие направления подать документы абитуриенту. Помимо этого, обратите внимание, вот здесь вот вкладочка с аналогичной навигацией для поступающих в магистратуру. далее аспирантуру Казанского федерального университета, ординатуру. Ну и обратите внимание, вот пока здесь контакт, телефон приемной комиссии, куда вы можете звонить по своим вопросам. Когда начнется прием документов, а это я вам скажу, мы откроем эту систему с 20 июня, в этом случае мы уже откроем горячую линию, номер будет федеральный 8800, который будет доступен для ваших звонков. Теперь, значит, ну давайте мы с вами попробуем пройти вот те процедуры подачи заявлений, подачи документов, которые мы предусмотрели для вас в режиме онлайн. И я вам покажу, как это сделать. Опять, значит, вы заходите на главную страницу Казанского федерального университета, уже знакомая вам вкладочка абитуриентам, абитуриентам, заходим сюда. И вот теперь обратите внимание, значит, сразу появляется окно для навигации регистрационной формы. Пожалуйста, вот смотрите, вот здесь вот вкладка вход и регистрация. Помимо этого, чуть пониже, давайте мы опустимся с вами. Нет, 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 туда не надо было заходить. Просто чуть пониже. Да, да, да. Вот обратите внимание, что здесь мы вам подготовили. Вот здесь вот есть программы Казанского федерального университета, чтобы вы составили представление о том, чему здесь учат, какой срок обучения, кем вы будете, когда вы закончите. Ну, например, любую давайте нажмем. Значит, экономика и управление, отлично. Значит, ну, допустим, государственное муниципальное управление программа. А вот теперь смотрите, само описание программы. Вот здесь вот паспорт программы. Заходим сюда. Здесь указаны, значит, обратите внимание, краткая информация, минимальные баллы, виды экзаменов, баллы ЕГЭ, срок обучения, количество мест. Далее, прошлогодняя стоимость обучения, пока для ориентира вам. Теперь, вот здесь вот вкладочки будущие профессии, кем вы сможете работать. Теперь ключевые дисциплины, которые вы будете изучать в процессе обучения. Здесь траектория поступления, то есть это навигационная схема, опять же, для информации вам. Ну, и информация для иностранных абитуриентов. Какие процедуры необходимо выполнить, для того, чтобы успешно поступить на это направление. А вот теперь возвращаемся на нашу страницу для регистрации. Да, заходим сюда. И вот в эту вкладочку регистрация нажимаем сюда и заходим. Перед нами всплывает окно для регистрации. Вот здесь вот самые такие безобидные данные. Фамилия, имя, отчество, значит, дата рождения, статус учащийся, город, откуда вы, ваш номер телефона, электронная почта для связи. Здесь вы формируете свой логин и пароль. Пароль от личного кабинета, которым вы потом будете пользоваться. Настоятельно рекомендую его где-то отдельно заполнить, записать, чтобы вы его не потеряли. Потому что очень часто абитуриент теряет и не может попасть в личный кабинет. А это достаточно серьезная проблема. Потому что потом все наши коммуникации с вами и подача документов будут проходить через ваш личный кабинет. Далее мы регистрируемся, вот эту вот клавишу мы нажимаем и заходим. Вот вид личного кабинета, который у вас появится, когда вы успешно пройдете все регистрационные процедуры. У нас сейчас, наверное, есть возможность показать, как заполняется анкета. Давайте попробуем это сделать. Вот обратите внимание, когда вы нажимаете вкладку регистрация, у вас выходит вот это вот «Окошко анкетных данных». Далее вы сюда заполняете в обязательном порядке все формы, потому что если какое-то поле остается незаполненным, вам потом система не даст возможность подать заявление о приеме. Далее вкладка «Адрес». Обратите внимание, вот здесь вот есть несколько позиций. Регистрация страна и адрес рождения. Здесь представлены еще место регистрации и фактического проживания. Вот эти вкладки я вам рекомендую настоятельно заполнить, потому что есть разница. Человек родился в одном местности, дальше проживает в другой, и школу закончил в другой местности. Регистрация у него в третьей, и вот здесь вот у нас должно быть четкое представление о том, как идентифицировать абитуриента. По этой причине мы предлагаем вам это все заполнить. Теперь дальше вкладка «Учебное заведение, которое вы закончили». Здесь надо понять, школьник вы или абитуриент, который закончил среднепрофессиональное образование и имеет право сдавать наши внутренние вступительные испытания. Помимо этого, вот здесь вот вкладочка «Дополнительная информация». Здесь представлена возможность для вас и инструкции, кто имеет право воспользоваться особой квотой. И здесь вот мы написали, там внутри инструкции написаны четкие процедуры и четкие критерии, которые абитуриенты могут воспользоваться для того, чтобы поступить в пределах отдельного конкурса по особой квоте. Далее победители-призеры Олимпиад. И как вы сможете воспользоваться этими льготами. Ну и дальше вот здесь вот преимущественное право зачисления, кто какие категории гражданами и обладает. Теперь дальше, следующая вкладочка. Вы сюда заносите данные своих результатов ЕГЭ. Далее. Индивидуальные достижения. Обратите внимание, вот все виды индивидуальных достижений, которые учитываются в Казахском федеральном университете, вот здесь выписаны. Что от вас требуется? Ну, например, у вас аттестат с отличием. За это вы получаете, можете получить дополнительные 5 баллов. Нажимаете сюда, вот в это окошечко, вкладочку, галочку ставите. Для вас выпадает форма, куда вы загружаете документ, подтверждающий вашу льготу. То есть, скан аттестата с отличием. В данном случае, сотрудник приемной комиссии видит скан вашего документа, подтверждает льготу, и тогда плюс 5 баллов к тем баллам ЕГЭ, которые вы уже указали, вы получаете для прохождения итогового конкурса. Также это со всеми другими индивидуальными достижениями, которыми вы обладаете. Дальше. Вот эта вкладочка очень важная. Это вкладка для прикрепления электронной копии ваших документов. Обратите внимание, что здесь вы прикрепляете. Паспорт, аттестат, приложение к аттестату, ну и фотографии 3х4. В этом году особенность приема заключается в том, что вы подаете электронные копии ваших документов. После того, когда вы успешно выдержали конкурс на бюджет или на контракт, вы будете зачислены приказом. У вас есть обязательство, и это обязательство в заявлении о приеме вы укажете, что в течение первого года вы привозите оригиналы своих документов и сдаете в приемную, сдаете свой деканат своего института. Это обязательное условие. Помимо этого, вот здесь вот вам предусмотрена возможность загрузить те документы, которые подтверждают договор о целевом обучении. То есть, если вы собираетесь поступать как целевик, то вы должны представить договор, заключенный договор о целевом обучении вместе с вашими документами. Здесь сюда загружайте. Или если вы претендуете на льготу и поступаете в пределах отдельного конкурса по особой квоте, также загружайте сюда документ, подтверждающий вашу особую квоту, что вы сирота или что вы инвалид соответствующей группы. После того, когда вы все это заполните, вот здесь у вас появится возможность подать заявление на соответствующее направление Казанского федерального университета. Еще раз вам скажу, что вот эта вот схема будет открыта после 20 июня. Соответственно, подать заявление вы также сможете после 20 июня, когда сможете загрузить документы, которые мы сейчас с вами озвучили. То есть, если у вас нет аттестата о среднем образовании, аттестата, подтверждающий соответствующий уровень образования, то, естественно, схема, вот эта вот система не даст вам возможности подать заявление. А вот здесь вот форма подачи заявления. Обратите внимание, выпадающие окна вам нужно только выбрать. Ну вот, допустим, уровень бакалавриат, дальше либо это Казанский федеральный университет, либо это институт в набережных чернах или институт в городе Елабуга. Дальше вы выбираете соответствующий институт, куда вы собираетесь поступить. Ну, допустим, институт управления экономики и финансов вы выбрали. Направление подготовки. Ну, какое? География, да? Хорошо. Теперь значит, форма обучения очная, заочная или очно-заочная. Вот это вот возможность вам дает. Далее бюджет или договор. И здесь вы выставляете свои баллы, результаты ЕГЭ, либо либо, пожалуйста, сюда вот прописывать их. И после этого вы можете сохранить. Еще раз напомню, что вы по закону Российской Федерации имеете право подать в один ВУЗ три заявления о приеме на три отдельных направления, но при этом в пять ВУЗов. При этом хотел бы отметить, что на очная и заочная форма обучения в пределах одного направления это считается одно заявление. Ну, примерно вот так работает наша дистанционная схема подачи документов. Еще раз обращаю ваше внимание, что подробнейшие и видеоинструкции, и пошаговые схемы подачи документов у нас выложены на сайте, и мы вам показали сегодня, где это находится. Это все, что я хотел сказать, потому что по опыту прошлых лет возникает очень много вопросов именно в этом плане. Вопросов много, но в первую очередь давайте обратимся сейчас к тем, кто интересуется аспирантура, магистратура, ординатура. Спрашивают, что со вступительными экзаменами, когда они будут. Будьте добры, Дмитрий Альбертович, наверное, вопрос вам. С аспирантурой, ординатурой вопрос гораздо легче стоит, поскольку это не связано с ЕГЭ. Значит, прием документов будет осуществляться с 22 июня по 31 июля. Вступительные испытания с 10 августа по 31 августа. То есть, так же, как было примерно в прошлом году. То же самое касается магистратуры, поскольку магистратура во всех вузах сегодня мы знаем, что все выпускные квалификационные работы бакалавра будут защищаться в сроки, установленные законодательством, в сроки, когда прописана государственная экзаменационная комиссия, никаких сдвижек здесь нет. И поэтому здесь гораздо все проще. Но я, если позволите, я поговорю по поводу магистратуры. У нас есть определенное количество предмагистров, которые учатся на подготовительном факультете Казанского федерального университета. Мы сейчас работаем над тем, чтобы экзамены для них были по графику наиболее удобные. Я думаю, что это будет начало июля для иностранных студентов по магистратуре. Мы сейчас работаем с нашими институтами, которые проводят, собственно, в большинстве случаев организуют эти экзамены, для того, чтобы они прошли в удобные для наших предмагистров сроки, чтобы им не приходилось выезжать из страны какими-то способами и так далее, чтобы у них выпускные экзамены из подготовительного факультета плавно переходили в вступительные испытания в Казанске федерального университета. Что касается магистратуры, для тех, кто учится на подготовительном факультете. Спасибо, но в прошлом году было очень так. В связи каких изменений нет? Вот очень много вопросов действительно про магистратуру. Про вступительные экзамены тоже спрашивают, а как узнать, какое направление, кому их нужно сдавать, и каким образом дистанционно были опять же эти вступительные экзамены? На сайте приемной комиссии все вступительные испытания на разные направления подготовки у нас вывешены, поэтому здесь надо просто посмотреть, куда вы хотите поступать и определиться с тем экзаменом, который там прописан. Значит, там есть и экзамены, есть и собеседование, все будет проходить в режиме онлайн, поэтому это было сделано в прошлом году, то есть никаких изменений в этом плане у нас нет. с магистратурой здесь гораздо все проще, поскольку нет привязки к единому государственному экзамену, и поэтому никаких изменений кроме перехода в режим онлайн по сравнению с прошлым годом у нас не предусматривается. Я попрошу сейчас на монитор вывести как раз вопросы, которые поступают у нас в Инстаграме, например, и вот одни из популярных будут ли онлайн подготовительные курсы для иностранных граждан? Вот у нас такой вопрос стоит. У нас фактически эти онлайн курсы для подготовительных проходят уже с марта месяца, потому что у нас определенная часть китайских студентов, которые должны были обучаться очно, они фактически не выехали из Китая и сейчас находятся в стране своего проживания, но при этом готовятся к поступлению в Казанский университет. Более того, у нас в ряде городов школы Китая есть подготовительные курсы, которые сейчас тоже идут, и проходят они дистанционно, достаточно успешно. У нас там порядка 45 сейчас абитуриентов готовятся для поступления в Казанский федеральный университет в текущем году, либо для поступления на подготовительный факультет Казанского федерального университета в текущем году. В то же время мы действительно сейчас прорабатываем с нашими институтами возможность организации дистанционных подготовительных курсов. Я думаю, что мы достаточно оперативно это сделаем и информацию доведем до наших студентов. Вопросы от журналистов параллельно идут. Реальное время спрашивает, сохранит ли КФУ дополнительные вступительные экзамены испытания? Если позволите. Казанский федеральный университет проводит творческие и профессиональные вступительные испытания. Как таковое дополнительные вступительные испытания мы и не проводили. То есть на все направления они сдают три предмета, три экзамена и исключение составляет международные отношения, где наряду с историей общества знания русским языком они сдают еще и иностранный язык. дополнительные мы не проводили. Это касается бакалавриата. Как запланировано было бакалавриат? Да. То есть условно говоря высшая школа журналистики как шли творческие так они... Творческие профессиональные они укладываются в количество трех дисциплин, трех экзаменов которые сдают все абитуриенты. Семирхан Булатович тут вот как раз из Туркменистана пишут как быть в Туркменистане со связью не очень и не все смогут сдавать онлайн. Но я думаю что это и Таджикистан тоже касается... Я вначале об этом говорил мы понимаем что не у всех дома хороший интернет поэтому еще раз повторюсь скорее всего нам разрешат прием экзаменов и в августе и в сентябре и может быть даже в октябре месяце и мы безусловно будем создавать коллективные точки приема экзаменов есть у нас уже практика определенные традиции взаимоотношений с школами в Туркменистане и мы такие точки приема экзамена организуем то есть не переживайте у вас будет возможность сдать этот экзамен в дистанционном формате онлайн просто из одной из школ о которой мы вас оповестим. Но тем не менее если у вас все-таки есть возможность наладить интернет вот за это время у себя дома я советовал вам это сделать то есть все равно удобнее это сделать из своей квартиры из дома это может быть даже в некотором смысле сейчас и надежнее было бы попробуйте это сделать время есть еще два месяца впереди до начала приемных экзаменов поэтому может и получится Обращаю внимание на то что многое уже прозвучало вопросы практически дублируются согласно того что было сказано ранее поэтому ничего страшного посмотрите потом просто запись внимательно пересмотрите тем более подробная инструкция была дана в какой институт когда сроки вернее какие испытания это все тоже есть и так еще у нас вопросы сроки приема документов вуза будут сдвигаться параллельно переносу ЕГЭ на столько же дней спрашивают журналисты у нас конечные сроки все-таки будут объявлены в соответствии с нормативными документами Министерства науки и высшего образования и мы будем придерживаться этих сроков и тут же как только информация поступит мы непременно вывесим это на официальном сайте Казанского федерального университета на сайте приемной комиссии во всех социальных сетях чтобы они были общедоступны для наших абитуриентов Мы сейчас можем сказать про первую и вторую волну когда они начнутся зачисления? К сожалению пока мы не можем это сделать А вступительные экзамены пока тоже не можем сказать? Совершенно верно Хорошо Очень много вопросов касательно персональных институтов и специальностей я думаю, что это все тоже будет ближе к началу приемной кампании или уже есть? Смотря что интересует Тут спрашивают и про медицинские направления и журналистские спрашивают и врачебная вот опять биология Вот как Вопрос касается экзаменов или сроков или чему учат Экзамены Экзамены начнутся в соответствии с утвержденным расписанием Расписание экзаменов мы составим только тогда и сможем его составить когда будут утверждены официальные сроки Сейчас, к сожалению Речь идет о списке экзаменов О списке экзаменов пожалуйста посмотрите на сайте все это есть И коллеги я хотел сказать что сейчас у нас институты очень много проводят свои инсталайфы и дни открытых дверей Я рекомендую вам принимать в них участие Мы видим, что много иностранных студентов в них принимают участие это замечательно на сайте университета есть график проведения этих мероприятий Если у вас есть очень конкретные специфические вопросы их можно задать не только директору института но даже руководителю конкретно образовательной программы они делают очень хорошие презентации у вас есть возможность спрофориентироваться выбрать все-таки из того большого количества направлений которые есть у нас в университете именно то, которое подойдет только вам Да, Тимирхан Булатович благодарю вас потому что запамятовал у нас буквально сегодня на сайте тоже под баннером kpfu.ru появится список инсталайфов и уже институтские где будет конкретно дан ответ на те или иные направления потому что например здесь идут вопросы вступительные собеседования на программу магистратуры по психологии как это будет происходить я думаю что это будет у нас на следующей неделе серия тоже вот еще вопрос все-таки как удостовериться что документы абитуриента онлайн получены приемной комиссии вы письма счастья присылаете в ответ совершенно верно и причем это письмо вырабатывается автоматически после того как студент зарегистрировался у нас на сайте казанского федерального университета если он успешно прошел регистрацию то ему сразу же автоматически генерируется письмо о том что он успешно зарегистрировался если он не видит это письмо ну скорее всего оно попало в спам может посмотреть там вопрос как я понял раньше наличие оригинала физически в приемной комиссии с приложенным заявлением о согласии определяло приоритетное направление бюджет оригинальный документ притом безоригинальный бюджет техническим секретарям запрещалось принимать заявление о согласии вопрос в этом году заявление о согласии принимайте без оригинала и учитывается только в системе и каким образом ну тут в целом можно здесь следующая процедура то есть в соответствии с нормативными действующими документами абитуриент подает свои документы подает заявление о приеме но при этом он может взять определенный томаут и подумать куда именно потом он пода заявление о согласии в если он подает на три направления то может выбрать из какое именно потом и падать но единственное что там у нас есть конкретные сроки то есть до начала конкурса мы должны четко понимать на какое направление студент все-таки изъявил желание поступить и вот это вот его желание фиксируется заявлением от согласии на зачисление на соответствующее направление вот это вот заявление он подает в электронном виде и прикрепляет его значит в нашей системе подачи документов для этого есть отдельное окошко куда он может это сделать а будьте добры тоже аппаратный прошу вывести сейчас на экране вот как на экран instagram наш как раз идет трансляции что делать если в твоей стране нету егэ прям так дословно читаю это что нам прислали но в некотором смысле может быть вам даже и повезло что вашей стране нет века но кай есть вступили еще раз повторюсь вступительные испытания которые проводят университет самостоятельно и для иностранных граждан и вы можете вполне принимать в них участие но еще раз повторюсь вот я говорил о том что мы ведем прием с 1 марта документов по вот сейчас идет этот процесс настоящее время и начало экзаменов вот в отличие от тех стран где есть тиген при россии да мы не можем сказать когда будет клиент какой календарь экзамен будет но для иностранных студентов можем сказать что если у вас уже документ о среднем образовании на руках есть в вашей стране то вы сможете уже начинать принимать участие в экзаменах с 22 июня до если к этому времени уже документ на руках у вас будет чтобы олимпиаду активировать нужно 75 по своему предмету подтверждать вот какой-то вот такой прям в рифму я понимаю вопрос объяснение здесь простое у нас есть две системы олимпиад это так называемость российской олимпиады школьников они тоже были вопросы и есть олимпиады которые проводят российский совет олимпиад школьников это организация находится под эгидой российского совета ректоров каждый университет проводит олимпиады и ряд и олимпиад университетов которые проходят под эгидов это рсош так называемый они включены в список для получения льгот так вот победители этих олимпиад действительно должны подтвердить свой квалификационный уровень набрав не менее 75 баллов по предмету если они набирают скажем они победители олимпиады по математике если они набирают скажем 76 баллов на егэ по математике то они подтверждают свой уровень и при подаче документов им зачитывается 100 баллов по математике что касается всероссийской олимпиады школьников там тоже были такие вопросы могу сразу же отвечу то в этом году сожалению финала не состоялось в связи с эпидемиологической ситуации и было принято решение что все обучающие которые вышли в финал должны были поехать в москву они будут приравнены к победителям и будут являться соответственно ему зачислено по 100 баллов за соответствующий предмет но я еще раз напоминаю что если вы являетесь победителем или призером там олимпиады по математике и вы хотите поступать на филологию то никаких 100 баллов по русскому языку вам зачисляться не будет чтобы было правильное понимание вопрос когда задаешь вот тоже опять инстаграм если есть возможность вывести на экран пожалуйста когда задаешь вступительные когда сдаешь все-таки вступительные экзамены у нас должны быть камеры работающие да безусловно потому что дистанционный формат и сопровождение с прокторингом это обязательное условие видеокамера видеокамера фиксирует процесс как абитуриент сам сдает экзамен плюс к этому оборудование позволяет фиксировать что происходит на экране компьютера по этой причине в описании и инструкции сдачи экзаменов в системе прокторинг там есть ряд скажем так нарушений которые не допускаются то есть появление в кадре скажем другого человека или скажем отвод взглядов или скажем если человек пользуется смартфоном или же куда-то там полез загуглить ответ на вопрос моментально фиксируется и совершенно верно это нарушение у нас в виде записи доступно экзаменационной комиссии казанского федерального университета если не прошли на бюджет то заявление снова отправлять онлайн уже на договор когда подает заявление абитуриент в нашей системе предусмотрена возможность выбора на бюджет подает заявление и одновременно с этим еще раз может подать в электронной форме заявление на договор и это считается одно направление хорошо вот буквально тоже давайте тезисно пройдем по вопросам которые пришли нам через контакте они многие дублируются с тем что было но тем не менее документы какие должны представляться ли поступления может быть для граждан граждан туркменистана таджикистан узбекистан нужен дополнительные документы это это прежде всего паспорт нотариально заверенный перевод паспорта это документ об образовании и нотариально замеренный перевод этого документа в образование от собственно тот комплект документ в это был даже вопрос от иностранных абитуриентов принимаем если нет скана например до сканирования принимаем ли фотографии мы но собственно сейчас на телефону есть специальные приложения которые позволяют фактически сканировать документ это никаких это не проблема говорили что сканар нужен он конечно нужен в идеале но если у вас есть специальная программка на телефоне для вполне может подход И она делает качество аналогичное профессиональному сканеру. По фотографии здесь есть у нас определенные требования. Пусть сфотографирует, ничего страшного нет, но пусть сохранит в формате PDF. Вот тоже тут уже сами пишут пользователи друг другу о том, что вся информация есть на сайте. Посмотрите. Благодарю тех, кто активно участвует и помогает мне в модерировании. Тоже вопрос частный. Если я гражданка Российской Федерации, аттестат у меня Казахстан. В этом году выпуск «Общее основание для поступления ЕГЭ планирую сдать». Вопрос, конечно, не совсем поняла, но, видимо... Здесь могу прокомментировать следующим образом. Гражданин Российской Федерации заканчивает школу иностранного государства в этом году. Он имеет право, как поступать по результатам ЕГЭ, если он в представительстве Россотрудничества сдал в стране пребывания, либо сдавать наши внутренние вступительные испытания в течение первого года после окончания школы. Если речь идет о том, что в следующий год, то тогда уже придется только по результатам ЕГЭ. Так, дальше. Как подать заявление заново, если оно заполнено неправильно? Ну, в этом случае нужно будет обратиться в приемную комиссию, и мы вам поможем. Когда ждать приглашения? Видимо, приглашение связано с миграционным учетом. Действительно, сейчас нашим МВД приостановлен прием наших заявлений на оформление приглашения. Собственно, оформление приглашения приостановлено. Мы ждем соответствующих решений от нашего Министерства внутренних дел. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. На самом деле, приглашение вам пока не нужно. Вы пока регистрируетесь, вы пока сдавайте экзамены, оформляйте все необходимые документы, а с приглашением мы разберемся. То есть вы получите его в те сроки, которые необходимы. Я могу только добавить то, что сегодня идет достаточно интенсивная консультация между Министерством науки и высшего образования, Министерством внутренних дел в Москве для ускоренного выпуска всех приглашений, для обучающихся и для тех, кто хочет приехать на преподавательскую работу в университет. Вопросы связаны с грантами по отдельным институтам. Например, здесь эконом наш спрашивает про мед. Это все тоже, пожалуйста, следите за нашими инсталайфами, когда будут наши представители. Или уже есть где-то, Тимир Хамбулатович, где можно посмотреть по грантам, которые, например, идут для иностранных? У нас специальных грантов для иностранцев нет. Но я могу сказать, что есть возможность все равно поступления на бюджетные места для иностранцев. Во-первых, у нас есть четыре страны. Это Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан, которые имеют возможность поступать на бюджетные места наравне с гражданами Российской Федерации. Вы знаете, и у нас есть в том числе квоты по межправительственным соглашениям, которые по линии Россотрудничества задаются. У нас Россотрудничество проводило вступительные испытания уже в странах многих, начиная с февраля месяца они проводились. Поэтому кто хотел, кто принимал участие, они уже такой возможности воспользовались. Я еще добавлю то, что для поступления в магистратуру ведущие российские университеты проводят олимпиаду, которая называется Open Doors, открытые двери, и там имеются квоты. Опять же, гранты Россотрудничества, победители этой олимпиады зачисляются по этим грантам в соответствующие вузы. Уточнение от журналистов. Спрашивает Евгения Чеснокова, правильно ли я поняла, оригиналы сертификатов ЕГЭ можно будет отдавать в течение первого года учебы. Это очень важный момент. Да, правильно. Эта норма записана в 547 приказе Министерства науки и высшего образования. В Узбекистане Россотрудничество еще не провело экзаменов, пишет нам. Здесь речь идет о квоте по гослинии. В связи с коронавирусом они перенесли сроки. К сожалению, мы не можем повлиять на ситуацию в Узбекистане. Понятно. Волонтерам добавляют баллы? Среди индивидуальных достижений волонтерство у нас не предусмотрено. Ну, опять же, очень много вопросов по поводу границ. Друзья мои, на данной стадии мы все надеемся на то, что учеба у нас... Да, коллеги, давайте мы тоже, может быть, прокомментируем, успокоим немного вас. У нас сейчас, собственно, все студенты обучаются в режиме онлайн. Мы даже проводим специально психологические исследования, узнаем, как у них дела, то есть все ли им нравится. Они очень довольны тем, в принципе, форматом, который сейчас есть. Он достаточно удобный. Есть у нас и предзаписанные лекции, специальные онлайн-курсы. Есть вебинары, которые мы в соответствии с расписаниями проводим. И мы, безусловно, готовимся к развитию ситуации в разных режимах, в разных сценариях. Если у нас не будут открыты границы к первому сентябрю или к октябрю, когда начнется учебный процесс, то иностранцы все равно смогут принимать участие в учебном процессе наравне с теми студентами, которые здесь будут в Российской Федерации посещать университет. Мы сделаем максимальное возможное, приложим максимальное количество усилий для того, чтобы у вас никаких проблем с обучением в этом смысле не было. То есть, чтобы вы не почувствовали себя в чем-то ущемленными. Поэтому, если границы откроют чуть позже, я думаю, это на качестве образования, на объеме той образовательной программы, которую вы к этому сроку освоите, никаким образом не скажется. Поэтому мы сейчас делаем максимальное возможное для того, чтобы подготовиться к любым вариантам развития событий. Я хотел бы еще добавить, что успокоить всех абитуриентов по поводу начала учебного года именно для иностранных студентов в режиме онлайн. Мы сегодня, Казанский университет, ежедневно проводят более 3000 занятий в режиме онлайн в городе Казани. Более 1000 занятий в режиме онлайн ежедневно проводятся в наших институтах, в Набережных Челнах и в Елабуге. Так что здесь у нас никаких проблем нет. Мы все организуем. Единственное, может быть только небольшая проблема, связанная с тем, что есть разница по времени в часовых поясах, и придется студентам немножечко поменять свой распорядок дня. Вот вопрос. Если моя виза истекает до сдачи экзаменов, а я хочу учиться в ординатуре на КФУ, что я могу сделать? У нас сейчас автоматически продление визы происходит по указу президента. Я думаю, что этот режим будет продолжен, если соответствующая услуга не будет предоставляться у нас в Министерство внутренних дел. Я думаю, что проблем не будет. Но если у вас конкретно есть какие-то вопросы, обратитесь, пожалуйста, в ДВС, в Департамент внешних связей университета, и мы этот вопрос отдельно возьмем на контроль и вас проконсультируем. Мне уже перечислили все возможные паспорта. Узбекский, таджикский, туркменский переводить еще раз? Надо. Надо переводить. Желательно нотариально заверить. Точнее, желательно, конечно, обязательно нотариально заверить. И в том числе документы об образовании. Хочу это подчеркнуть еще раз. Я понимаю, что сейчас тоже не только в России проблема с выпуском из школы, но и в странах, я думаю, наших партнеров. Поэтому документ надо на руках иметь для того, чтобы принимать участие в экзаменах. Дмитрий Альбертович, от наших абитуриентов, выпускников, 11-классников, российских, вопросы по поводу ЕГЭ, по русскому языку, математике. У них сейчас они пишут, что есть возможность выбора автоматом или сдавать ЕГЭ. Они спрашивают у вас совета, сдавать им ЕГЭ, если они хотят в университет наш. Нет, но там есть обязательные ЕГЭ, которые нужно сдавать, без которых они не поступят никогда. Вот, так что здесь выбор... Здесь, видимо, вопрос в том, соглашаться ли на получение аттестата без сдачи ЕГЭ, как сейчас предлагают, наверное, в инфресвещении. Но зачисления только по результатам ЕГЭ, другого нет у нас. Если в ВУЗ хотите поступать, то надо сдавать им. Да, это очень важный момент. По поводу персональных данных успокоиться, нам пишут. Все под защитой? Точно утечки не будет, спрашивают? Нет, какая может быть утечка? Казанскому федеральному университету, если абитуриент предоставляет свои персональные данные, то мы несем ответственность за их сохранность. Но при этом я хочу сказать, что мы, как в качестве обязательного, абитуриент подает также и заявление о согласии на обработку персональных данных. То есть внутри нашего университета эти данные будут обрабатываться. Так, будет ли снижен проходной бал? У нас минимальные балы утверждены в плане приема ученым советом Казанского федерального университета, и снижение этих минимальных баллов пока не предусмотрено. Если вопрос стоит о проходном бале, то этот вопрос задается ежегодно, что в этом году, что в прошлом году, что в позапрошлом году, мы не знаем, какой будет проходной бал. Все зависит от того, во-первых, какие будут результаты ЕГЭ, во-вторых, будет зависеть от того, каков будет набор студентов, я имею, какое будет число абитуриентов, подавших заявление на то или иное направление. Поэтому здесь в этом году никаких особенностей нет. Все будет определяться как результатами ЕГЭ по Российской Федерации, так и числом абитуриентов, подавших заявление на наше направление подготовки. Очень много вопросов по поводу инфраструктуры. Дело в том, что даже на личном опыте, общаясь с нашими коллегами из других стран, могу сказать, что об деревне университета, об общежитиях знают очень многие, но тем не менее, вопрос к вам, если я их аккумулирую, эти вопросы, все-таки общежитие для иностранных студентов предоставляется на весь срок обучения, и по поводу тоже, естественно, российских студентов, по поводу общежития, если они и первый курс гарантированно или попадут. Значит, общежитие предоставляется на весь срок обучения, если студент только не нарушит правила проживания в общежитиях в течение срока своего обучения и не будет, естественно, отчислено за неуспеваемость или за какие-то другие, по каким-то другим причинам. Все первокурсники обеспечиваются у нас общежитиями, значит, и все первокурсники и иностранные студенты у нас расселяются в деревню универсиады. Старшие курсы затем у нас, ну, расселяются по студенческому городку. У нас буквально несколько минут осталось до конца первого часа вещания. Дело в том, что Инстаграм, он как раз-таки ограничивает у нас трансляцию одним часом. Скажите, пожалуйста, в завершении, может быть, вопросы их много, но они однотипные, я думаю, что мы сегодня основные моменты затронули. Может, в завершении буквально какие-то ключевые моменты еще сами добавить от себя, что хотелось бы подчеркнуть, может быть, повторить, на чем сделать акцент? Я сначала обращусь ко всем российским абитуриентам. Я понимаю ту нервозность ситуации, которая связана с неопределенностью в сроках единого государственного экзамена. Прошу вас собраться силами, поменьше слушать различные видеоконференции, различные рассуждения на эту тему, а сосредоточиться просто на подготовке к экзамену. Рано или поздно этот экзамен состоится, вы его должны сдать хорошо, и мы будем очень рады вас видеть в стенах Казанского университета. Сначала в качестве абитуриентов, а потом уже в качестве студентов. Не волнуйтесь, не слушайте много слухов. Назначат день экзамена, придете и сдадите его. А после этого будет все как по маслу, подадите документы в Казанский федеральный университет, и будете участвовать в конкурсе. Благодарю. Я бы тут хотел поддержать, Дмитрий Альбертович, поменьше волнуйтесь, не переживайте. Сейчас самое важное – это готовиться к экзамену. Соберитесь со своими всеми знаниями, определите то направление подготовки или несколько направлений подготовки, которые вы хотите поступать, и готовьтесь к экзаменам. Когда вы зарегистрируетесь на портале университета, вы увидите там демо-версии экзаменов, если вы иностранный студент, и вы вполне можете по ним начинать уже ориентироваться по тому объему знаний, тем тематикам, которые вам необходимо будет сдавать на экзамене. Мы сделаем максимально возможное, чтобы прием экзаменов и дальнейшее поступление, ваше обучение было комфортным и удобным. Понимаете, что все мы находимся в такой экстренной ситуации, но мы видим, что ограничения потихонечку снимаются, и жизнь, в принципе, постепенно-постепенно возвращается в более-менее нормальное русло. Мы уверены, что вот этот период, который мы сейчас переживаем, он так или иначе закончится, и мы продолжим нормальное обучение, нормальные процедуры, все поступления будут проходить. И я уверен в то же время, что само обучение в университете в этом году будет достаточно интересным, потому что мы действительно начали использовать новые современные цифровые технологии, онлайн-технологии обучения, новых подходов к образованию. И мы вас ждем в кампусе университета для того, чтобы вы все это опробовали и сказали нам, нравится вам это или нет. Благодарю, Олег Германович. Ну и вот в завершении как раз вам последний вопрос. Все-таки выдержит ли система массовое вот это вот вступление, вступительные, вернее, экзамены, когда все пойдут? Я понял ваш вопрос. Дело в том, что в прошлом году почти 50% вступительных испытаний и зачисление абитуриентов мы приняли за использование вот этих вот дистанционных технологий. Система не выдерживает в том случае, когда нагрузка идет именно на сервер какой-то конкретной организации. В данном случае мы не видим никаких рисков, тем более, что заранее мы резервные мощности наших серверов позаботились и выделили. Поэтому я думаю, что пройдет все успешно, если вопрос касается технической части. Помимо этого, если в процессе сдачи экзамена возникают какие-то сложности, ну, например, отрубился интернет или, скажем, отключили свет, у нас для этого предусмотрены резервные дни. Плюс к этому коллеги наши из компании, предоставляющей услугу прокторинга, фиксируют любые сбои, и в конце каждого экзаменационного дня у нас есть полная информация пофамильная о том, кто из абитуриентов попал в какую ситуацию. Мы их предоставим возможность в обязательном порядке сдать экзамен в резервный день. Это первое, что я хотел сказать. И второе. Действительно, волнение или, скажем так, сомнение или такой дискомфорт психологический у абитуриентов возникает, когда есть элемент неопределенности или асимметрии информации, что еще хуже. К сожалению, вот пока сейчас такая ситуация, но, тем не менее, я хочу вас нацелить на то, чтобы не слушали слухи, как вот сказал Дмитрий Альбертович, а непосредственную информацию черпали из первых рук. Если есть сомнения, есть вопросы, обратитесь в приемную комиссию Казанского университета. Наши телефоны доступны. Каждый сотрудник приемной комиссии сейчас имеет подключенный рабочий телефон к своему сотовому номеру. Мы доступны для связи, можете написать свои вопросы, можете позвонить, но обязательно из первых рук получите информацию, которую у вас есть в сомнении. Помимо этого, у нас есть паблики, у нас есть социальные сети, мы также имеем каналы и, скажем, в Телеграме, и в Вайбере, и, значит, в Инстаграме, и ВКонтакте. Пожалуйста, напишите свой вопрос там, на электронную почту нам напишите, но добейтесь того, чтобы все сомнения мы вам развеяли. Спасибо вам большое. Итак, это был Казанский федеральный университет. Мы ждем вас. Поверьте, здесь учиться очень интересно. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова